На этих кадрах события 19 марта, когда в доме по улице Зеленой взорвался газ. Тогда эвакуировали целый подъезд. В первые же минуты к оказанию помощи пострадавшим наряду с оперативными службами подключились и участники движения общественной поддержки «Химке интересно жить». Волонтеры во главе с одним из лидеров движения Николаем Кашниковым организовали пункт сбора помощи. Все самое необходимое – вода, пища, средства, гигиены, теплые вещи. Людей откликнулось очень много. Все мы, все добровольцы. И многие даже из них, несмотря на то, что прошло уже довольно-таки приличное время, до сих пор поддерживаем связь, общаемся друг с другом, обсуждаем какие-то новые инициативы, какие-то важные вопросы нашего городского округа. Связь поддерживаем и продолжаем общаться. Мартовская трагедия произошла в микрорайоне Левобережный, в котором Николай Кашников живет уже почти 10 лет. Участвует в его развитии по принципу «никто, кроме нас». Вместо критики с дивана – конструктивный диалог с властями. Такая позиция и привела Кашникова в движение общественной поддержки социально значимых инициатив. Именно наши жители знают, какие вопросы и проблемы актуальны на сегодняшний день. Именно об этом я с ними разговаривал, беседовал и обсуждал. Во время пандемии, когда вместе с волонтерами, со своими друзьями, единомышленниками мы ходили, оказывали им необходимую помощь, кто сидел на самоизоляции. Во время самоизоляции зародилась и идея создания виртуального музея – интернет-пространства, призванного сохранить память о героях-химчанах. Вместе с другими добровольцами Николай Кашников навещал ветеранов. Собирал истории их подвигов, которые теперь размещены на сайте проекта. Химки – все для фронта, все для победы. Это хороший пример того, как инициатива снизу, поддержанная большим количеством горожан, обретает содержание и материальную форму. Благодаря проекту «Химки интересно жить» появились общедомовые чаты, в которых проводились опросы, в том числе и какой вид спорта необходимо развивать в нашем микрорайоне. Жители выбрали спортивное направление регби, что и было реализовано. Мы обратились к властям, нас поддержали на базе 29-й школы и 7-го лицея. Сегодня у нас работает спортивная детская школа, секция по регби. Сейчас Николай Кашников участвует в продвижении следующего крупного проекта – благоустройство парка «Экоберег». Его границы планируют расширить в сторону Долгопрудного и ЖД-станции «Левобережная». В парке по инициативе жителей появится насыпной пляж, дополнительные экотропы, велодорожки, скамейки, летнее кафе и амфитеатр. Были организованы общественные обсуждения, где жители собрались и на карте нарисовали и обсудили, что необходимо по благоустройству. Я убежден и уверен, что инициатива химчан – это путь к переменам, это важно и нужно для нашего города. Сегодня все инициативы по улучшению города собраны на сайте Хижонлайн. Реализованы в первую очередь будут те предложения химчан, которые получат наибольшую поддержку. Но, как уверен Николай Кашников, главное, что жители в химках научились верить в себя и в то, что их инициативы будут услышаны и поддержаны.